Судьбу независимой газеты «Асанди Таймс» решили за час. На прене сторон представители редакции опального издания возлагали большие надежды. Сотрудники рассчитывали, что судья вдумчиво подойдет к абсурдному процессу. Для наглядности юрист таблоида даже подготовил примеры на других газетах, из которых понятно, что перепечатка материалов с указанием первоисточника – нормальная журналистская практика. Именно это и послужило формальным поводом для закрытия «Асанди Таймс». На страницах издания были статьи, взятые с портала «Республика». Госпожа Симахина приложила к делу несколько изданий. Я вас прошу очень внимательно изучить эти газеты, потому что там действительно много статей, которые не относятся к печатному изданию, не имеют никакого отношения и пишется об этом, то есть дается об этом ссылка на издание. То есть практически любое из этих печатных СМИ можно отнести к другому печатному СМИ, то, что пытается сделать господин прокурор. Надежда на то, что гособвинитель во время премии заявит что-то вразумительное, не оправдалась. Во время процесса даже не установили, кто является потерпевшей стороной. Не ясен даже элементарный факт, кто пострадавшая сторона. Вероятно, душевные терзания от прочтенного в «Ассанди Таймс» испытал сам прокурор. Судья, кажется, и не слушал, что пытался донести до него коллектив газеты. Он был увлечен разговором по мобильному телефону. Спустя 20 минут служитель Фемиды окончательно решил, что в деле все ясно и можно выносить приговор. Впрочем, его честь своим вердиктом никого и не удивил. Иного решения просто не ждали. Сценарий судейской программы в отношении оппозиционных изданий в Казахстане известен наперед. В дешевых ментовских детективах есть выражение «ушел в глухую несознанку». Ну, вот ощущение такое же, потому что, по сути, судебного разбирательства не было. И это не претензия к суду, потому что председательствующему в суде ему нечего было выяснять. В заявлении прокурор не написал все то, что должно было быть написано. Впереди, конечно, суд апелляционный и кассационный. Но это так, мертвого припарка. Уже давно ясно, что в диктаторском государстве, где свобода слова «демократия» – лишь современные лозунги, выражать полярное от режима мнение просто невозможно. Продолжение следует...